Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Ваше Всакопресеченство, уважаемые отцы, братья и сестры, всех вас поздравляю с праздником воскресного дня, Дня Господня. И сегодня Святая Церковь чтит память двух пресвитеров Минской епархии священномучников Михаила Петровича Блышевского и Анна Васильевича Воронца. Они только родились, выросли, жили на нашей земле белорусской, они и совершили свой духовный подвиг. Их биография в целом одинаковая. Они родились примерно в середине 19-го столетия. Михаил Блышевский в 1862 году и Анна Воронец в 1864 году. Происходили они из духовного звания, то есть были детьми священнослужителей, закончили Минскую духовную семинарию, иступив в брак, примерно в одно и то же время, где-то в 90-х годах 19-го столетия, были призваны к священству, то есть были посвящены священники. И они проходили свое служение на приходах Минской епархии. Отец Михаил Блышевский прослужил 19 лет в деревне Погорельцы, Покровской церкви, и в 1912 году был переведен в село Шацк, в Святой Линской церкви. Ныне это Осиповичский район. А отец Иоанн Воронец, он служил с самого начала и до своей муческой кончины в городе Цмиловичи, в Святой Георгиевской церкви. В 1917 году наш народ настигли трагические события. Начались большие, невиданные до сей поры, гонения на церковь. Духовенство истреблялось, верующие были гонимы, храмы Божии закрывались. И эти годы, так же, как и многим другим священнослужителям, пришлось страдать за веру и этим двум батюшкам, этим священникам. Они неоднократно подвергались аресту, были даже судимы за религиозную деятельность. Отец Михаил Лышевский несколько лет провел в тюрьме, отец Иоанн Воронец был выслан за пределы Советской Белоруссии. Но, проведя эти испытания, они возвращались домой и вновь служили Богу и людям. В 1935 году прошла крупная волна гонений на церковь Советской Белоруссии. Тогда были практически закрыты все уже храмы в Восточной Белоруссии. Были закрыты и храмы, где служили отец Михаил, отец Иоанн. Но они не оставили свое служение. Они по-прежнему проповедовали Слово Божие, совершали службы на дому, требы, укрепляли людей в вере и добродетели. Они собирали подписи для того, чтобы вновь открыть храм, чтобы им храмы вернулись. А во время всесоюзной переписи в 1937 году призывали людей, чтобы они не скрывали, что они верующие, так как в ведомости переписи была как раз графа вероисповедания. Они призывали, чтобы люди указывали, что они верующие, православные христиане. И вот эта вот деятельность по укреплению веры, распроенению веры, конечно, она шла вразрез с официальной богоборческой политикой и в государстве. И 12 июля 1937 года они были арестованы, содержались в тюрьме НКВД города Ягубина, сегодня это Черни, и постоянно их вызывали на допросы. От них требовали, чтобы они публично отказались от веры, отказались от царна своего священнического и кого-то оговорили. Они к ним применялись пыль, не взирая на их зрелый преклонный возраст. И они остались верными Христу и, что очень важно, никого не оговорили, не клеветали. И 17 августа им был приговор, высшее меры наказания, в то время это расстрел. И 19 августа 1937 года, ровно 80 лет назад, их расстреляли, их и других еще людей, верующих за Христа, за то, что они остались верными Христу. И вот сегодня мы празднуем память этих угодников Божиих. Мы прославляем их духовный подвиг. Церковь, изначально, начиная со временем, с первого Христового существования, особенно чтила мучеников, тех людей, которые пострадали за Христа. Нет и критик Христа. В греческом языке человек, который страдал и умер за Христа, называют Мартина, свидетелем. То есть, нету, в отличие от русского языка, некой трагичности, потому что условия мученики езды, а называются свидетелями о воскресшем Христе, свидетелями Ивановской проповеди. И действительно, что может быть выше и сильнее свидетельства крови и свидетельства, когда человек отдает свою жизнь за Христа. Мы, христиане, тоже призваны быть свидетелями свидетелями о Христе, о жизни во Христе, ведущей Царство Божие. Не зря в Евангелии нам обречены слова, что мы и соль земли, и свет мира. Поэтому быть христианином это ответственно. И наша проповедь должна стоять не только в словах, но и в жизни. И в День памяти святых земли нашей белорусской священномученика Михаила, священномученика Иоанна, мы обратимся к ним с искренней молитвой, чтобы они молились за нас, чтобы мы укреплялись веры, добродетели, и чтобы Господь благословил наше Отечество. Аминь. Спасибо, Господи, Вас.